Серия озвученных публикаций от Юлиана Лайтворьер. Переход на многомерное восприятие. Время – это самая загадочная единица измерения. Во все времена ученые и изобретатели стремились обрести власть над временем. Люди веками и тысячелетиями искали способы остановить время ради сохранения молодости и возможности жить вечно. О путешествиях во времени ходят мифы и легенды. Это действительно возможно – подчинить время себе, однако не теми путями, которыми шла наука. Время, как и внешние обстоятельства, невозможно подчинить активными действиями и борьбой. Времени можно только сдаться и позволить себе просто быть, отбросив все убеждения о спешке и обязанностях. В связи с повышением частот на планете Земля стало доступно новое измерение сознания, в котором пространство и время уже можно подстроить под себя, так как стабильность и плотность материи разрядилась. Однако для того, чтобы получить доступ к новому измерению сознания, поначалу надо отпустить все ожидания от себя или пространства. Время начинает подыгрывать вам тогда, когда вы прислушиваетесь к внутреннему состоянию и искренне выполняете просьбы души. Тогда поток подхватывает вас и подстраивает все обстоятельства так, что вы все успеваете и вам хватает энергии на все задуманное. Но для того, чтобы это стало реальным, важно, чтобы это задуманное соответствовало текущим запросам души. Тогда энергия будет протекать свободно, время растянется и все дела будут вдаваться легко. Если же, наоборот, вы пойдете против души на поводу у ума, то вне зависимости от того, сколько вы выделили времени на решение той или иной задачи, оно сожмется таким образом, что вам его не хватит. К тому же, вдобавок ко времени, когда вы идете против потребностей души, ваша энергия перекрывается, и вы без причины становитесь вялым, уставшим и рассеянным. Включается расфокусировка внимания. Обстоятельства складываются так, что пространство блокирует ваши попытки действовать, и из ниоткуда возникают отвлекающие факторы. Сейчас все – время, пространство, ваша жизненная энергия – подстраивается под путь души. Если вы идете в верном направлении, тогда все складывается само, без усилий. Вам остается только подправлять курс и совершать те действия, которые приходят в потоке. На такие действия всегда находится и время, и энергия, и желание. Если же вы идете по надуманному от ума пути, то сколько бы вы ни старались, а результат не придет, вас будут обнулять. Сейчас действуют уже другие правила. Это раньше результат давался трудным путем, через преодоление препятствий. Сейчас все изменилось. Наоборот, там, где легко и свободно – это ваше. А там, где тяжело и с препятствиями – это или не ваше, или зачастую не тем способом идете. Отсутствие желаемого результата может быть следствием того, что вы, несмотря на выбор верного для души пути, используете не ту стратегию. От этого также может возникать апатия, так как даже самое любимое дело можно возненавидеть, если ради результата предавать душу. Сейчас любое дело клеится только при условии, что вы на первое место ставите свое внутреннее состояние. Чтобы получить доступ в новый мир, не обязательно ежедневно медитировать и жить по графику. Духовность по расписанию – это еще одна ловушка 3D-матрицы. Выполнение духовных практик и предписаний эзотерических гуру не гарантируют высоких частот. Даже наоборот, когда вы делаете что-то только из-за идеи или ради соответствия стандартам о духовном человеке, то вы обманываете себя и из-за внутренней неудовлетворенности понижаете свои частоты. Доступ в новое измерение сознания открывается через раскрытие сердца. Раскрытие сердца осуществляется за счет позволения себе жить так, как хочет ваша душа. Смысл перехода не в том, чтобы отказывать себе в земных удовольствиях и ограничивать желания своей души. Ушло время аскез и отшельнических обетов. Вы пришли сюда для того, чтобы построить новый, высокодуховный и высокотехнологичный мир в материи. Для этого необходим баланс между духовным и материальным. Если жить только на верхних чакрах, то у вас не получится реализовать свои идеи физической реальности. Новый мир строите вы, а не инопланетяне. Вы и есть архитекторы рая на земле. Поколение людей нового времени, пришедшее на землю в целях устранения любых перекосов, как материальное, так и духовное. Опыт присутствия и наблюдения познается в более высоких мерностях. До пятой мерности включительно остается физическое тело. Поэтому быть наблюдателем здесь – это не значит ничего не делать. Быть наблюдателем – это не значит, что у вас должны отсутствовать эмоции. В этой реальности состояние наблюдателя необходимо для того, чтобы не заблудиться в иллюзиях эго и научиться находить наиболее четкий путь, соответствующий запросам души. В физической реальности быть наблюдателем значит сверять свои действия с внутренними ощущениями, то есть включать осознанность вместо жизни на автопилоте. Так же и с эмоциями. Их никто не отменял. Никто не говорил, что когда вы достигаете состояния просветления, то в вашей жизни все будет светло, бело и пушисто. Если бы это было так, то тогда бы утратился смысл жизни в этой реальности, где развитие осуществляется за счет чередования взлетов и падений. Когда вы становитесь осознанными, поначалу меняется не внешняя реальность, а ваше отношение к негативным событиям. И уже потом, при регулярной, а лучше постоянной практике осознанного отношения к жизни, внешняя реальность начинает перестраиваться под ваше обновленное состояние. Но даже в новой реальности эмоциональные качели и проблемы остаются. Вся разница между человеком-жертвой и человеком-творцом заключается в том, что жертва воспринимает проблемы как наказание и опускает руки, а творец воспринимает проблемы как точки роста и стремится осознать их причину. И благодаря такому подходу проблемы для творца становятся возможностью и протекают в намного более гладкой форме. Вам не надо блокировать негативные эмоции. Таким образом вы не сможете повысить свои вибрации. Наоборот, чем дольше подавленные эмоции находятся внутри вас, тем выше вероятность психоэмоционального срыва и выгорания. К тому же, забитые и невысказанные чувства медленно, но верно будут понижать ваши вибрации в фоновом режиме. Духовный мастер – это не тот, кто открещивается от тьмы. Настоящее мастерство заключается в способности заглянуть в глаза своей теневой стороне и разобраться в причинах, породивших эмоциональный блок или травму. Тогда, при условии, что вы осознали и стали применять сделанные вами выводы на практике, все негативные энергии, высвобожденные в процессе их проживания, трансформируются в свет. Таким образом, ваша теневая сторона станет источником вашей силы, и вы выйдете на тот уровень, на котором уже нет разделения на плохое и хорошее. На этом уровне есть только принятие себя и всего происходящего как опыта, как возможности для эволюции. На этом уровне вы уже сами решаете, во что обратить проживаемый опыт путем выбора отношения к происходящему. Вы становитесь духовным алхимиком, вселенским магом и творцом, которому открывается доступ к дарам, позволяющим создавать свой мир и принимать участие в сотворении глобальной реальности. Эти дары с рождения находятся в каждом, однако открываются они только тогда, когда человек приходит к безусловной любви и многомерному восприятию, для которого не существует страха смерти и каких-то ограничений. Безусловная любовь – это не позитивные эмоции и не просто чувства. Безусловная любовь – это особое состояние, высшее проявление которого выражается в тишине и молчании перед вселенским величием. Безусловная любовь выражается в глубине восприятия, в состоянии присутствия, наблюдения и тотального принятия любых проявлений жизни как опыта. Это состояние дает возможность справедливо оценивать любой поступок и находить максимально уместные решения для конкретной ситуации без опоры на шаблонный опыт и общепринятые нормы. Когда вы приходите к состоянию безусловной любви, вы обретаете свободу от чужого мнения и выходите из-под зависимости от 3D-матрицы и эгрегоров и находите свою истину, актуальную для вас в моменте. Вы принимаете и уважаете право других душ на индивидуальное проявление и прохождение опыта в соответствии с их мировоззрением. Вы больше не вмешиваетесь в чужие судьбы в целях причинения добра. Вы получаете возможность играть по своим правилам, так как ваш уровень осознанности уже не позволит вам нарушить энергетическую гармонию, создаваемую при помощи взаимодействия полярных энергий света и тьмы. Вы открываете для себя многомерный мир, в котором нет ничего невозможного, так как в этом мире не существует ни правды, ни лжи, ни правильного, ни неправильного, ни хорошего, ни плохого. В многомерной реальности есть только бесконечное множество точек пространства и временных линий, по которым вы можете перемещаться, меняя свое частотное состояние через осознанный выбор восприятия. В этом мире вы можете выбрать любую точку обзора на происходящее, и в зависимости от вашего выбора опыт приобретет ту или иную окраску и выльется в ту или иную ветку реальности. Если хотите, чтобы притянулась нужная вам ветка реальности, то в ваших интересах в любом опыте искать преимущества и точки для своего роста.